МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открыть в регионе центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса предложил Станислав Воскресенский. Собственно, в самом названии и кроется вся суть дела. Научить бизнес грамотно экспортировать свою продукцию. Если предприятие экспортирует само, то оно оставляет у себя больше прибыли. Если оно экспортирует через кого-то другого, он этой прибылью делится своим контрагентом. Почему предприниматели часто идут на такие вещи? Они боятся рисков. Они никогда этого не делали. Они переживают за то, что налоговая может к ним прийти с проверкой, поскольку НДС им не облагаются эти операции. То есть незнание, невладение информацией по законодательству, по бухгалтерскому учету часто приводит к тому, что наше предприятие выходит на экспорт через сторонние организации. Как раз, чтобы этого не происходило, и создан Центр поддержки экспорта. Ему полгода и располагается он на Шереметьевском проспекте в Иванове. Костяк организации всего три человека. Зато каждый сотрудник универсален. Спектр услуг для предпринимателей чрезвычайно велик. И, что немаловажно, бесплатен. Консультирование, в том числе и по вопросам внешнеэкономической деятельности, по вопросам валютного контроля, по вопросам заключения внешнеторговых сделок, оформления контрактов, пакета документов, которые нужны предпринимателям для того, чтобы осуществить отгрузку своей продукции. Также мы оказываем переводы их презентационных материалов на иностранные языки, для того, чтобы их продукция была более доступна, и иностранные партнеры могли больше о ней узнать. В Центре поддержки экспорта бизнесмену помогут разработать собственный сайт. Подскажут, в каких выставках и бизнес-миссиях стоит принять участие. Большое внимание уделяется семинарам. Предпринимателям рассказывают, как работать с внешним рынком в рамках законодательства. На этой неделе, например, о таможенном регулировании экспортных сделок рассказывал тренер из российской школы экспорта. Основная часть аудитории планирует потенциально заниматься экспортными операциями. Поскольку государственный контроль за осуществлением внешнеэкономической деятельности достаточно подробно регламентируем, можно столкнуться по незнанию с определенными сложностями. Но для того, чтобы большинства из них была возможность избежать, и организуется подобный семинар. Участие в выставках бесплатное. Фирмы оплачивают своим сотрудникам перелет в гостиницу и питание. В начале октября, например, ивановская делегация посетила ярмарку по оптовой продаже товаров легкой промышленности в Белоруссии. Выставка профильная, и экспортный центр оплатил полностью затраты по самой выставке и по оформлению нашего стенда. Результаты, конечно, еще трудно оценить все, но мы заметили положительный интерес со стороны потенциальных партнеров Республики Беларусь. Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, будут и контракты. Те, кто уже давно и плотно занимаются экспортом продукции, услугами центра тоже не пренебрегают. Наша фирма достаточно давно свою продукцию экспортирует за границу. То есть мы производим технический углерод, работаем мы в основном с Европой, также поставляем свою продукцию в Индию, в Америку, в страны ближнего зарубежья. В последнее время идут большие изменения в таможенном законодательстве. Мы, возможно, не совсем успеваем. То есть на семинар дает возможность получить эту информацию, какие-то вопросы узнать более оперативно, чем если изучать сейчас все изменения. Сейчас в реестре экспортеров 50 организаций. Это лишь те, кто официально зарегистрировались. С ними сотрудники центра в непрерывном контакте. Сегодня ивановцы продают за рубеж текстильную продукцию, автокраны, ковши для спецтехники, приборы медицинского назначения. Первым клиентом центра поддержки экспорта стала компания из родников «Новая эра», которая производит топливные пилеты. Они на внутреннем рынке уже имели опыт работы и почувствовали спрос на их продукцию зарубежных компаний. Первое, кто к ним обратился, это итальянцы. Но чтобы поставить продукцию топливные пилеты в Италию, нужно провести соответствующую сертификацию как самой продукции, так и самого производства. То есть это достаточно по времени долгая процедура и достаточно дорогостоящая. Поэтому мы рекомендовали им немножко переориентироваться на страны Литвы и Латвии. Помогли найти там партнеров. И сейчас они успешно начали отгрузки. То есть ежемесячно у них отгружается до пяти машин топливных пилетов. В 2019-м работу по развитию экспорта в регионе продолжат. По нашей информации, в следующем году запланировано многократное увеличение федерального финансирования на эти цели. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.